Всем здравствуйте! Это Тульская Нарезка, программа для тех, кто любит и умеет задавать вопросы. В студии Сергей Речец. Мы начинаем. Федеральная антимонопольная служба проверит магазины обмундирования и одежды. Причиной стали жалобы на рост цен после объявления частичной мобилизации. Вот название контор, которые решили нажиться на наших бойцах. Военторг, спортмастер, хаки. В разы подорожали спальные мешки, обувь, термобелье, перчатки и множество других товаров. Бронежилеты, например, выросли в цене почти на 2000%. Еще раз, на 2000%. Броник, который в январе стоил 7000 рублей, сейчас продают за 135000. А модели с максимальным классом защиты и вовсе за полмиллиона. Мобилизованные осаждают магазины туристической и тактической экипировки. А на полках, кроме носков, и нет почти ничего. Многие едут закупаться в другие города, где цены еще выше. ФАС называет такие махинации с ценами картельным сговором. Я скажу не так корректно. Те, кто это провернул – ублюдки, которых самих надо в первых рядах отправлять на спецоперацию. И желательно вообще без экипировки. Бизнес бронирует кадры. Тульские предприятия предлагают вакансии с отсрочкой от мобилизации. Это касается работников оборонной промышленности, сотрудников IT-компаний, средств массовой информации, финансового сектора и тех, кто работает с госзаказом. Бронь от призыва обещают при трудоустройстве на НПО «Базальт», что в Щегловской засеке. Военно-строительная компания находится не в Тульском регионе, но работников ищет именно здесь. А еще в тульские компании нужны айтишники. Они тоже не подлежат призыву в ходе частичной мобилизации. А может, не самая плохая идея объявить мобилизацию тех, кто получил диплом инженера-оборонщика, но сидит в офисе или за кассой? Юность в сапогах или юность за станком? Выбор есть всегда. В Щекине перестанет звучать эхо Чернобыля. Райцентр, по слухам, исключен из перечня населенных пунктов, входящих в так называемую Чернобыльскую зону. Это территории, подвергшиеся загрязнению вследствие аварии на АЭС. Мы нашли проект документа, который должен подписать премьер-министр Михаил Мишустин. Щекинский район там есть, а вот самого города Щекина нет. Сейчас жители райцентра начали сбор подписей под петицией, в которой просят не вычеркивать город из Чернобыльской зоны. Только за первые сутки ее подписали более 8 тысяч человек. Оно и понятно. Всем проживающим здесь государство платит так называемые гробовые. От 73 до примерно полутора тысяч рублей в месяц. В среднем рублей по 500. Плюс льготы. Вроде выплаты сиротские, но терять их не хочется. Когда выпуск нарезки готовился к эфиру, пришел комментарий от пресс-службы регионального правительства. Информацию об исключении райцентра из перечня населенных пунктов, пострадавших от аварии на АЭС, там назвали предварительной. И рассказали, что направили свои замечания относительно проекта. Тем не менее, утверждение окончательных границ Чернобыльской зоны – это прерогатива федеральных чиновников. В общем, в городе творится какой-то атом кромешный. Может, лучше все-таки заплатить? Карате, рецепты и котики. Тульская пресса совместно с Центром управления регионом составила очередной рейтинг активности глав районных администраций в социальных сетях. Основной месседж – чиновники становятся более открытыми. Они охотно общаются с подписчиками, отвечают на вопросы и показывают пользователям свою жизнь вне рабочих кабинетов. На этот раз на верхней строчке нашего рейтинга оказался глава администрации Тулы Дмитрий Миляев. Одним из самых обсуждаемых постов стало сообщение о работе нового моста в Туле. Дмитрий Миляев доступно объяснил туликам, кто может пользоваться дорогой к жилому комплексу «Наши Баташи». Активная дискуссия также развернулась под постом Дмитрия Миляева об изменении пятого автобусного маршрута, который стал самым популярным среди всех участников рейтинга – 19 тысяч просмотров. В комментариях многие положительно отозвались на пост и оценили Дмитрия Миляева как отзывчивого чиновника и даже пригласили в гости. На что глава тульской администрации ответил в свойственной ему манере – оперативно и с иронией. Вторую строчку нашего ежемесячного рейтинга занимает глава администрации Донского Руслан Бутов. Он рассказал подписчикам о своем посещении детской секции карате. Чиновник не просто формально пообщался с присутствующими, а сам принял участие в тренировке наравне с ребятами. Пост так понравился подписчикам, что стал самым популярным на странице чиновника. Он набрал 11 тысяч просмотров, больше 200 лайков и 40 комментариев. Руслан Бутов, в свою очередь, рассказал, что продолжит заниматься этим видом спорта. Так что, возможно, подписчики даже увидят новую рубрику на странице чиновника. На третьем месте нашего рейтинга располагается глава администрации Узловского района Николай Терехов. Контент на странице чиновника стабильно набирает много просмотров и комментариев. Так, самым популярным за неделю, 10 тысяч просмотров, стал пост о благоустройстве придомовых территорий в Узловой. Жителей эта тема задела заживое, и в комментарии посыпались фотографии дорог и дворов, которые нуждаются в ремонте. На жалобы поступали ответы от аккаунта администрации Узловского района. В пятерке самых активных также оказался глава администрации Воловского района Сергей Пиший и глава администрации Дубинского района Кирилл Гузов. В аутсайдерах – глава администрации Плавского района Андрей Горевзянов и глава администрации Олексина Павел Федоров. В общем, тульские чиновники очень плотно попали в соцсети. И жителей региона это не может не радовать. Валерий Шерин покинет пост председателя регионального правительства. Об этом тульской прессе сообщил источник, знакомый с ситуацией. По информации информагентства, Шерин займет руководящий пост в госкорпорации «Роскосмос». Валерий Шерин родился в Кемерово. Карьеру в региональном правительстве начал в 2012-м, когда был назначен председателем комитета под предпринимательству и потребительскому рынку. В октябре 2018 года он занял пост первого заместителя губернатора, председателя регионального правительства. Тульский блогер Максим Казанцев подал в суд на магазин канцтоваров из-за просроченной ручки ценой в 73 рубля. Вы не ослышались. 73 рубля. Фемидов встала на сторону Казанцева и постановила деньги ему вернуть. Вроде бы надо на этом поставить точку, но блогер не успокоился. Купил маркеров на 240 рублей и опять пошел в суд с тем же требованием. В иске он потребовал вернуть деньги за сам товар, моральный вред, который оценил в 500 рублей, и даже затраты на такси аж на 187 рублей. По итогу получилось чуть меньше двух тысяч. Как пишет сам Казанцев у себя в соцсетях, впереди еще три иска к магазину. Во всей этой истории жалко судей. Ведь отказать даже в таких явно идиотских исках они не имеют права. И дела приходится рассматривать. Шокирующий случай произошел накануне в Дубинском районе Тульской области. Семейная пара расстреляла из ружья собаку, за которой ухаживала. История собачьей жизни и так непростая. Животное кто-то выбросил на заправке. Там собаку нашли волонтеры, привезли в приют. Потом были скитания по передержкам, жизнь в будке охранника, опять улица. И вот, казалось бы, хэппи-энд. Пара местных жителей взяли собаку, поселили в вольер, кормили, заботились. И тут выясняется, животное, новые хозяева, застрелили. Зачем? Дать хоть какой-то вразумительный ответ на этот вопрос живодеры не смогли. Просто взяли и убили. Сейчас полиция проводит проверку, но привлечь хоть какой-то ответственности за жестокое обращение с животными, как показывает практика, почти нереально. Сами живодеры меж тем попрятались. Один сбежал в Москву, вторая заперлась дома и не выходит. Боятся, что местные жители устроят самосуд. Чем больше я узнаю людей, тем больше люблю животных. Накануне в спортивном комплексе Тула-Арена прошел юбилейный турнир по смешанным боевым единоборствам «Битва за Тулу». Зрители увидели семь зрелищных поединков. В октагон вышли 14 профессиональных бойцов, чемпионы и призеры турниров по смешанным боевым искусствам. Напомню, что 29 и 30 сентября в Тула-Арена также прошел всероссийский турнир по ММА памяти Романа Стащенко. Сотрудник управления В. Центра спецназначения ФСБ погиб при исполнении воинского долга. По итогам командного зачета третье место заняла сборная Московской области, второе – Тульской. Первое место у сборной Дагестана. Как прошли соревнования, вы можете посмотреть в большом фоторепортаже Тульской прессы. Арсенал наконец-то порадовал болельщиков. В гостевом матче с Рубином оружейники одержали уверенную победу. Луценко оформил дубль уже в первом тайме, но после перерыва хозяева активизировались и смогли все же отыграть один мяч. Но напора не хватило, и финальный счет остался в пользу Туляков. Этот матч примечателен сразу по нескольким причинам. Во-первых, Арсенал не обыгрывал Рубин еще ни разу в своей новейшей истории, аж с 98-го года. Во-вторых, это знаковая победа над командой Леонида Слуцкого, чьи подопечные разбивали оружейников 8 раз к ряду. И, наконец, Тулики стали первыми, кто разгромил Казанцев на их поле в этом сезоне. Вот такой футбол нам нужен. Резиновая надувная кукла из Тулы произвела фурор в Сочи. Но речь сейчас не о взрослых развлечениях, а о детских. Аэрокарнавал от тульских парков стал лучшим ивент-проектом на конкурсе парковой индустрии «Хрустальное колесо». Больше всего жюри поразила надувная Алиса. Хотя и кроме нее там было на что посмотреть. Вот такая награда за надувательство. А мы ждем следующего паркового сезона и новых персонажей. Нарезка завершена. Увидимся.